По одной башне дачи купца Головкина уже сейчас можно сделать представление, как будет выглядеть весь особняк после реставрации. Рабочие практически завершили восстановление фасада одной части здания. Там же уже установили и уникальную лепнину. Специалисты продолжают внешние работы и укрепление перегородок и стен внутри здания, после чего приступят к устройству коммуникаций. Со следующей недели приступим к инженерным сетям и также в течение, наверное, июля месяца мы уже начнем заниматься наружными сетями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, ливневой канализации и хозбутовой канализации. В принципе, все вопросы, которые возникают, мы их совместно с авторами проекта и техническим надзором со стороны заказчика успешно решаем. В следующем году проведут и благоустройство склона к Волге, сделают лестницы с зонами отдыха к пляжу и откроют вид на знаменитых слонов с воды. На берегу поставят дебаркадер с рестораном, который будет украшен в едином стиле с особняком. Внутри здания будут открыты несколько конференц-залов, каворкинг-центры, музейные комнаты и творческие мастерские. Также депутат Александр Хинштейн надеется, что будет восстановлена давняя традиция среди самарских молодоженов. Хочу возродить добрую традицию, которая много лет была в Самаре, до этого в Куйбышево, когда молодожены приезжают сразу после ЗАГСа сюда и здесь фотографируются. Со всеми ЗАГСами мы проработаем и такая возможность для наших молодоженов будет предоставлена. И много новых семей будет у себя потом в памяти хранить сделанные здесь фотографии, как первую точку, первый шаг в начале их совместной жизни. Еще один уникальный объект – здание фабрики-кухни. Здесь реставрацию планируют закончить к концу лета. Обновление фасада здания завершили. Сейчас активные работы ведут во внутреннем дворике, где благоустраивают территорию. Внутри восстанавливают внешний вид лесничных пролетов и проводят отделку помещений. Завершают монтаж дверных конструкций. Реставраторы отмечают, что проводить работы в таком особенном здании – большая честь. Объект очень интересный с точки зрения реставрации. Он такой очень конструктивный, потому что, когда мы стали реставрировать, здесь практически нет своего кирпича. Здесь кирпич весь был привезен с разрушенных объектов в 20-е годы, и из него была сражена фабрика-кухни. Александр Хинштейн в ходе осмотра здания отметил, что все работы выполняют по графику. А значит, долгожданное открытие филиала Третьяковской галереи совсем скоро позволит поднять уровень культурной жизни в городе на новую ступень. Один из главных замыслов – это сделать так, чтобы наша Самарская Третьяковка была центром культуры, центром просветительским, центром образовательным. Кружки, лектории, резиденции для молодых художников, работа с детьми и все, что с этим связано, здесь все это будет в полном объеме представлено. Мы сегодня находимся на пороге действительно коренных преобразований. Во второй половине августа в здание переездит администрация самарского филиала Третьяковки и начнет подготовку к первой выставке под названием «На вкус и цвет». В Самару привезут работы знаменитых художников, которые связаны с темой еды. Планируется, что осенью самарцы увидят такие полотна, как «Девочка с персиками Серово» и «Охотники на привале Перова», а также другие шедевры рубежа 19-го и 20-го веков. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.